На самом деле, когда я только начинал изучать ортодонтию, мой первый профессор, который учил меня азамо-ортодонтического лечения, говорил, Андрей, исправить положение зубов легко, в этом нет проблем. Но исправить это так, чтобы результат радовал в течение всей жизни, вот в этом и есть настоящее искусство ортодонтии. Ортодонтия – это специальность, которая занимается исправлением положения смыкания зубов. Для этого используются либо брекеты, либо элайнеры. В этом видео я расскажу вам о том, о каких жалобах чаще всего или опасениях после проведения ортодонтического лечения говорят пациенты, но по факту даже еще не столкнулись с этими проблемами. И обязательно насмотрите это видео до конца, потому что, возможно, я опровергну и ваши страхи, касающиеся ортодонтического лечения. Провели ортодонтическое лечение. Выровняли положение зубов. Улучшили смыкание зубов. Супер, все классно. Что же дальше? Я не знаю. Я уже ничего не знаю. Одна из самых частых жалоб и опасений со стороны пациента заключается в следующем. А вдруг зубы разъедутся? А вдруг они опять станут неровными? А мне мой сосед или соседка говорили, что они проходили ортодонтическое лечение и зубы заново разъехались. Господи, сам видел и до сих пор в шоке. Должен сказать, что с одной стороны, эта жалоба обоснована. Связана она действительно с тем, что по мере становления специальности, а специальность ортодонтии, она молодая. Поэтому, конечно же, при анализе и становлении данной специальности было выявлено осложнение, что зубы после снятия брекетов действительно могут менять свое положение и в определенной степени возвращаться в свою прежнюю позицию. Связано это прежде всего с тем, что когда у нас брекеты или элайнеры на зубах, зубы подвижны. Они готовы к перемещению. Они все время перемещаются. Если не перемещаются, то вибрируют на месте. Готовы к этому перемещению. И поэтому, когда мы резко заканчиваем ортодонтическое лечение, то по инерции зубы могут несколько менять свое положение. Кроме того, само по себе перемещение зубов это сложный процесс перестройки костной и соединительной ткани. То есть меняется и структура костной ткани. Меняются и различные соединительно-тканные волокна, которые бывают там фиброзные, бывают эластичные волокна и так далее. Там целый ряд их видов. Не будем на этом останавливаться более подробно. И на все это нужно время. Поэтому современная мировая ортодонтия пришла к решению этой проблемы. Это больше не проблема. Ставлю им лайк. Потому что в настоящий момент есть так называемый мировой стандарт, который заключается в том, что после снятия брекетов новое положение зубов нужно закреплять за счет ретенционных или удерживающих аппаратов, которыми являются несъемная проволочка, с внутренней стороны верхних и нижних передних зубов и тонкие прозрачные капы для ночного ношения в течение минимум года после снятия ортодонтической аппаратуры. Потому что в течение года после снятия брекетов зубы закрепляются в своем новом положении. И в результате этого можно достичь стабильности положения зубов навсегда. Поэтому для того, чтобы не бояться изменения положения зубов, нужно ответственно отнестись к закреплению их положения. Если у вас тоже были такие страхи или вы сталкивались с такими проблемами, поставьте лайк этому видео. Модная нынче тема, которая говорит о том, что исправлять положение зубов бесполезно, если у вас якобы неправильно работает язык. Где-то не там располагается. Опять же, в этом страхе и опасении есть рациональное звено, которое заключается в так называемой функциональной ортодонтии. Она говорит о том, что зубы занимают такое положение, которое соответствует функции мышц зубочелюстной системы. То есть, грубо говоря, мышцы говорят зубам, как они должны стоять. Но здесь есть очень простое объяснение данной проблеме. Первое. Невозможно идеализировать работу мышц и языка в том числе, если там нет необходимого морфологического фундамента. То есть, пока не восстановлена морфология, пока нет фундамента, сложно менять функцию, это будет неэффективно. Функция всегда будет сваливаться в прежнюю работу, потому что для нее созданы определенные условия. Здесь есть очень простое решение. Первое. Я точно не тот человек, который верит в то, что язык может разрушить всю ортодонтическую работу. Таких доказательств нет. Я верю в то, что язык будет адаптироваться под те условия, которые мы создали. И вот мы исправили прикус, создали больше пространства для языка, создали лучшие условия для его работы, и он этими условиями начнет очень активно пользоваться. Мировая практика говорит о том, что нужно исправить положение зубов, исправить прикус, и тогда можно активно работать с функцией не только языка, но и с функцией мышц челюстно-лицевой области, с любыми мышцами. Вот такая логика будет наиболее эффективной с точки зрения подходов к функциональной ортодонтии. После брекетов разрушится ваш челюстной сустав. Как такое возможно? На заре становления ортодонтии, которая была более 30 лет назад, действительно совершались ошибки, что приводило к формированию такого прикуса, который создавал дополнительную компрессию со стороны височно-нижечелюстного сустава и мог вести к проблемам со здоровьем в суставе. Но в современной ортодонтии есть четкие стандарты ортодонтического лечения. Что вы должны прежде всего понимать? Челюстной сустав подвешен к черепу на связках. К нему прикрепляется чуть-чуть мышц. Единственная точка опоры у челюстного сустава это прикус. Он висит, держится на прикусе. Если прикус плохой, изначально это всегда ведет к проблемам со стороны сустава. И если вы пришли к ортодонту и у вас фиксируется плохой прикус, это значит, что сустав уже травмирован. В какой степени у всех по-разному. Но он травмирован, потому что вы в течение многих лет почему у детей нет проблем с суставом? Потому что там еще прикус мало работал. А у человека, которому за 30, который 20 лет уже жевал суставом, потому что у него неправильный прикус, там точно есть деформации. Не ортодонт виноват в проблемах сустава, а неправильный прикус, которым вы жили в течение 20-30 лет. И ортодонт что делает? Он улучшает прикус, он создает лучшую поддержку для височно-нижнечелюстного сустава. Так делают практически все современные качественные ортодонты. Мы в нашей клинике Ортолайк всегда контролируем работу височно-нижнечелюстного сустава, и вся перестройка прикуса ведется под его контролем. Для этого мы используем один из самых современных методов диагностики височно-нижнечелюстного сустава. Не постесняюсь сказать, самый крутой метод диагностики кондиолография. Это электронная регистрация работы височно-нижнечелюстного сустава, соотношение его структур, работы мышц и даже оценка светочного аппарата. Но не об этом сегодня. Сегодня о том, что современное ортодонтическое лечение всегда работает в плюс для вашего сустава. В плюс! Правильный прикус это всегда лучшая поддержка, чем неправильный прикус. суставом или они выстреливают вдруг после проведенного ортодонтического лечения, то они никак не связаны с проведением этого лечения. Они появятся в любом случае, проводите вы лечение или не проводите, и требуют безусловно вашего внимания. Но если у вас были брекеты и у вас достигнут правильный прикус, это значит, что вы уже сделали первый основной фундаментальный шаг к поддержке вашего сустава. Мы в нашей клинике Ортолайк любое ортодонтическое лечение всегда проводим при поддержке височно-нижнечеростного сустава для того, чтобы обеспечить его качественную и стабильную работу в течение всей жизни. Чтобы ваш рот, чтобы ваша челюсть хорошо двигалась и рот активно открывался в течение всей жизни без каких-либо ограничений. Мы всегда будем рады предложить вам эффективное современное ортодонтическое лечение. Ссылку на клинику оставлю в описании. А? Потирать? Нет, наоборот. Не тереть? Да, еще одна жалоба. А, да, да, окей. Еще одна жалоба, о которой вы потенциально можете слышать от тех людей, которые носят или носили брекеты, это осунувшееся лицо. Здесь есть очень важный аспект. Есть целый ряд научных исследований, которые доказывают, что брекеты никак не влияют на лицо. У человека есть какой-то прикус. Это жесткое смыкание зубов. И в этом жестком смыкании работает мышечная система челюстно-лицевой области. Для того, чтобы прикус выполнял свою основную роль, первое, жевать, а второе, скрипеть зубами, бруксировать. Антистресс. Это антистресс-терапия. Так вот, вот в этих условиях мышцы приобретают определенную активность. То есть, они работают так, чтобы этот прикус создавал качественное оживание, ну и, соответственно, определенную нагрузку в зубочерестной системе при бруксизме. Когда мы ставим брекеты, первый этап мы этот прикус депрограммируем. То есть, он был какой-то, в котором привыкли работать мышцы, и мы тут фух, его разобрали. Происходит первичное расслабление мышц в начале ортодонтического лечения. И это может в определенной степени изменять контуры лица. У кого-то, у кого тонус мышц сильный, это сказывается положительно на лице, оно становится мягче. У кого-то, у кого и так лицо мягкое, становится более мягким, и им кажется, что оно осунувшееся. Но, что здесь важно понимать? Все изменения, которые происходят в времени, потому что потом мы собираем прикус заново, и мышцы начинают осознавать, о, есть прикус новый, мы в этом начинаем работать. Они сначала потихонечку пробуют, пробуют, пробуют работать, потом набирают необходимые обороты, исходя из тех условий, которые есть со стороны полости рта. потому что на работу мышц влияет не только положение зубов, но и влияет непосредственно форма челюстей, длина мышечного волокна и жевательная поверхность зубов. Но это так, поверхностные вещи. Что получается? Что после того, как мы сделали новый прикус, а еще лучше отработали им в течение двух лет, мышцы возвращают свой прежний баланс. И любые исследования лица до брекета и через два года после завершения ортонтического лечения не показывают никакой разницы. Если вы носили брекеты, напишите в комментариях, а как менялось ваше лицо и понравились ли вам изменения. В качестве вывода все проблемы. которые на слуху в отношении ортодонтического лечения, в отношении брекетов или элайнеров в современной ортодонтии в подавляющем своем большинстве уже решены. И грамотное ортодонтическое лечение и последующее закрепление результата обеспечат качественный, красивый и долгосрочный результат, чтобы вы могли наслаждаться красивыми и здоровыми зубами в течение всей жизни. На моем канале два раза в неделю выходят новые ролики по разным темам современной стоматологии и ортодонтии. Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео о современной стоматологии. и на моем канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!